Сотрудники МЧС в Затоне гости привычны, особенно в июне, в ожидании прихода так называемой коренной воды. Уже несколько дней здесь дежурит оперативная группа барнаульских спасателей. 16 сотрудников, несколько единиц техники. Как нас заверили, все находится в режиме стопроцентной готовности. Часть Затона при этом уже подтоплена, но виной тому, уверяют местные власти, вовсе не паводок. У нас в этом году впервые очень высокий уровень грунтового ухода по микрорайону. У нас две улицы в центре микрорайона, проезд Кольцова, улица Сенная, там выступила вода, но это грунтовая вода. То есть там до берега еще достаточно далеко и уровень берега еще больше метра, а, к сожалению, на некоторых огородах уже в настоящий момент выступила вода. Сотрудники МЧС сейчас занимаются обходом домов, объясняя жителям, как вести себя в случае прихода большой воды. На возвышенностях подготовлены места для эвакуации личного транспорта и домашнего скота. А вот пункт временного размещения, по словам руководства Затона, создавать пока рано. Согласно прогнозам, в ближайшие дни подъем воды ожидается незначительный. Местные жители и вовсе уверены, бояться нечего. В 14 перетерпели, а это ерунда будет. Лично я не жду, что земля промерзала, но снега мало, она ушла вся в реку. А так, чтобы резко прибыла, как в 14, там не было такого. Между тем, уровень воды в самой Абе оказался достаточно высоким, чтобы спасатели перекрыли проезд по дамбе на остров Шубинский. Теперь попасть туда можно только через понтонный мост. Частично подтоплена и улица Матросская. Власти считают, что проехать там реально лишь на транспорте повышенной проходимости. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжение следует...